Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Ирина Евгеньевна Ватрунина, председатель комитета по культуре администрации Денцовского городского округа. Здравствуйте, Ирина Евгеньевна! Здравствуйте, Мария! Очень рада вас видеть в нашей студии. Жизнь, культурная жизнь округа кипит. Что в данный момент происходит? Чем радуете зрителей? Все ли ограничения остались позади? Конечно, ограничения не все остались позади. И мы призываем посетителей наших учреждений культуры соблюдать те ограничения, которые еще сохраняются при посещении учреждений культуры. Но у нас значительное послабление в заполняемости зала. Если раньше мы могли рассчитывать только на 50% заполняемости, то теперь уже это 75%. Что не может не радовать наших и юных, и взрослых артистов. Потому что прежде всего... Ведь самая главная энергетика зала, глаза в глаза. Вот то, чего так не хватало. Конечно. Да, пандемия, естественно, наложила свои отпечатки. И те ограничения, с которыми мы были связаны, настолько стимулируют наших юных и взрослых участников творческих коллективов. Прежде всего, на выступления, на демонстрацию своего мастерства. На выражение того, что смогли достичь и чему смогли научиться за время пандемии. Потому что культура, естественно, не стояла на месте. И каждый день, и каждый час этого времени был занят. Наставники работали со своими воспитанниками онлайн. Оверстались новые программы. Мы делали, как и вы. Мы вдруг превратились в такую целую телевизионную индустрию. И просто заполняем, и сейчас заполняем интернет своим творчеством, своими работами и просветительскими программами. В Одинцовском городском округе сложилась уникальная картина. Настоящее фестивально-конкурсное движение. В Одинцовском городском округе проходит 46 окружных конкурсов и фестивалей по различным направлениям творчества и искусства. В год? 46 в год. Так если в году 51 неделя, то есть практически каждую неделю новый фестиваль. Да, и смею заметить, что фестиваль, как правило, да, конечно, некоторые фестивали проходят в течение одного дня, а некоторые длятся циклами по различным видам искусства, по различным номинациям. И они растягиваются и длятся не одну неделю. Фактически все выходные дни в году у нас охвачены конкурсами и фестивалями. Это значит, чем бы вы ни занимались, декоративно-прикладным искусством, танцами, театральным искусством, вокальным, инструментальным, художественным, словесным искусством, чем бы вы ни занимались, вы можете выразить себя на любой площадке в Одинцовском городском округе. И что немаловажно, какого бы возраста вы не были. Абсолютно верно. Абсолютно все учреждения культуры, культурно-досугового типа, это дома культуры, библиотеки, охваченные этим движением. Зайдя на сайт Комитета по культуре Одинцовского городского округа, в раздел документы или афиша, можно увидеть расписание актуальное всех конкурсов и фестивалей. Это помимо того, что, естественно, каждый день проходят различные мероприятия в каждом учреждении нашего округа. Ирина, какой сегодня проходит фестиваль в округе? Фестиваль проходит и не один. С 3-го числа по 13-е проходит фестиваль молодежных театральных коллективов «Узмах крыла». Причем география фестиваля очень обширна. 15 театральных коллективов приехали на наш фестиваль. И практически каждый день в театральном центре «Жаворонки» проходят показы спектаклей участников фестиваля. Участники приехали из Москвы, из Санкт-Петербурга, из ближайших городов Подмосковья, из Ярославля, из Красноярска. Следует отметить, что вообще география этого фестиваля очень широка. Напомню, что это фестиваль молодежных театральных коллективов, потому что молодым людям будет очень интересно посмотреть, как себя представляют театральное искусство и как себя выражают в театральном искусстве молодые люди, которые живут фактически во всех уголках нашей страны. К сожалению, пандемия некоторые ограничения наложила, какие к нам не смогли приехать многие участники. Например, участники из Прибалтики. Понятно, просто не смогли доехать, хотя тоже обычно на фестивале показывали интересный уровень. А 14 числа состоится торжественное закрытие фестиваля в культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде. Приглашаем наших зрителей. 14 числа – это окончание Масленичной недели. Это воскресенье в культурном центре имени Любови Орловой в городе Звенигороде пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля. Будет очень интересно, будут награждены лучшие работы. Ну а пока не состоялось закрытие, спешите в театральный центр Жаворонки. Каждый день идут театральные показы. Еще один фестиваль. Фестиваль декоративно-прикладного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья, который проводит Одинцовский центр развития культуры и уникальный «Изумрудный город». Это клуб для досуга людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, естественно, в этом клубе нет никаких ограничений ни для кого. И ярким выражением это является и как раз фестиваль декоративно-прикладного искусства, который проводит «Изумрудный город». Еще один фестиваль готовится. Вот-вот уже начинается прием заявок. В Дубковский муниципальный дом культуры готовят фестиваль «Алло, мы ищем таланты» в двух номинациях. В вокальном и хореографическом искусстве тоже можно успеть. Ну а, естественно, у каждого фестивального движения должна быть своя вершина. Какая же вершина у нас в Одинцовском городском округе? У нас есть тоже своя вершина. Это фестиваль детского и молодежного творчества «Серебряный олень», который проходит, тоже мы его распределяем практически в течение всего года. Такой своеобразный фестиваль достижений с невероятно компетентным и очень ответственным жюри. И попасть на этот фестиваль – это значит продемонстрировать все самое лучшее, чего ты достиг за год. В творчестве, в искусстве он проводится по 11 номинациям. Одинцовское телевидение очень широко освещает этот фестиваль и, собственно, все фестивальное движение, которое проходит в Одинцовском городском округе. 13 числа в эту субботу в культурно-досуговом центре «Заречье» состоится номинация «Вокальные инструментальные ансамбли и инструментальное искусство». Очень интересные, яркие, молодежные музыкальные команды примут участие. В жюри выдающийся музыкант, современный и ведущий программ на телеканале «Культура» Трубач Вадим Иллин Крик, джазовая певица Анна Бутурлина и еще ряд выдающихся музыкантов в нашей сфере. Как видите, такие имена, которые известны не только в Одинцовском городском округе, но являются авторитетами вообще в мире искусства. Этим и отличается фестиваль, что у нас в жюри всегда авторитеты. И удивительная история, у нас нет председателей жюри, потому что уровень председателей настолько высок, что выбрать лучшего из них как-то уже не представляется возможным. Поэтому мы решили, в общем-то... Но уровень этого конкурса позволяет тем звездам, которые зажигаются на небосклоне, в дальнейшем получить интересные предложения. Конечно. Наши члены жюри приглашают в другие фестивали, в свои концертные программы. И выступают в концертных программах вместе с участниками фестиваля. Я знаю, что лауреаты прошлых лет фестиваля «Серебряная олень» становились солистами Одинцовского эстрадного симфонического оркестра. И блестяще выступали наряду со взрослыми вокалистами. Следующая номинация фестиваля «Серебряная олень» состоится 20 марта в культурно-спортивном комплексе «Назарьевский». И свое творчество представят вокалисты академического и народного жанра. И 10 апреля в Заречье пройдет гала-концерт. Приглашаю всех желающих на гала-концерт нашего фестиваля. Увидите все самое прекрасное и замечательное, что есть у нас в Одинцовском городском округе. В начале наша программа сказала о том, что культурная жизнь округа, она бурлит, кипит и переливается всеми гранями. Действительно очень яркая, насыщенная. Поэтому, дорогие телезрители, смотрите афиши на официальном сайте Комитета культуры. Смотрите афиши на официальных сайтах Домов культуры. И приходите, ну практически каждый выходной проведите прекрасное время со своей семьей. Окунитесь в мир творчества. Узнайте о новых талантах. Не случайно я сейчас об этом сказала, потому что очень важно для любого артиста, который выходит на сцену, чтобы был его зритель. И это так приятно, когда полный зал, пусть и на 75% сейчас он заполнен в связи с пандемией, но тем не менее, есть сейчас уникальная возможность посещать и спектакли, и концерты, и фестивали, и выставки. Причем не тратить время на поездки дальние, это все рядом с домом, в родном округе. Мне кажется, это замечательно. Мы очень стараемся, и уровень профессионализма специалистов, которые работают в сфере культуры Одинцовского городского округа, позволяет достигать нам очень высоких вершин. Маша, я не сказала еще про один фестиваль. А я знаю, про какой, Ира. Очень важный фестиваль. Это фестиваль, который проходит на базе наших музыкальных школ и школ искусств. Одаренные дети Подмосковья. Конечно, это просто кладезь, кладезь таланта, реализации своих возможностей воспитанников детской школы искусства, музыкальной школы Одинцовского городского округа. В этом году более полутора тысяч участников в нашем конкурсе. Проходит он по 11 номинациям на базе Лесногородской школы искусств, школы искусств-классика города Одинцова и детской музыкальной школы города Одинцова. Талантливые, невероятные ребята. Очень высокие оценки жюри. Этот конкурс очень статусный, очень важный и для участников, и для нас, как ответственных за развитие сферы культуры Одинцовского городского округа. Конечно, нам всех участников мы возлагаем очень большие надежды, что они проявят свое творчество в дальнейшем, в взрослой жизни, и будут достойны представлять Одинцовский городской округ. И надеюсь, на больших концертных площадках мира. Ну, конечно, мы все ждем с нетерпением информацию о том, как будут проходить в этом году масленичные гуляния, потому что это еще одно такое яркое, всегда очень широкое событие в нашем округе. Какие сюрпризы готовите для жителей и гостей округа? Главная масленица Подмосковья состоится традиционно на территории музея-заповедника имени Александра Сергеевича Пушкина в селе Захарова в Одинцовском городском округе. И Большая поляна, и поляны Парка Захарова, так называемые у нас уже в народе Малая поляна и Поляна сказок, будут охвачены в этот день, 14 марта, огромнейшей, обширнейшей развлекательной программой. Очень много гостей к нам собирается приехать. Поскольку позиционируется как главная масленица Подмосковья, конечно же, мы очень стараемся проявить себя как и в развлекательной части, как в части оформления. И очень широко будет представлена гастрономическая ярмарка, более 70 участников, фермеров, производителей крафтовых продуктов, начало масленичных гуляний в 11 часов, гость праздника Надежда Бабкина и солисты и коллективы Театра Русская Песня. Будет очень весело, очень интересно, очень красиво. А о сюрпризах говорить не будем, сюрпризы вас ждут на Масленице в Захарова. Еще одна площадка, мы уже говорили о том, что 14 числа в Звенигороде пройдет закрытие фестиваля «Взмах крыла», фестиваля театральных молодежных коллективов. И в городе Звенигород, естественно, состоятся тоже свои гуляния на площадке около культурного центра имени Любови Орловой и напротив центра Любови Орловой в Чеховском сквере. Традиционные игры забавы, ярмарка. Изюминкой масленичных гуляний в городе Звенигороде в этом году станет фестиваль «Вкусная масленица в Звенигороде». Каждый день этого фестиваля будет посвящен определенному направлению кухни, определенным продуктам. В рамках фестиваля проходят уникальные поварские мастер-классы, выступление уникальных исполнителей. И, ну, наверное, это будет самое вкусное место в эти дни в Одинцовском городском округе. Все ждут с нетерпением открытия гастрономического фестиваля, потому что эта форума уже полюбилась жителям и гостям округа. Спасибо, Ирина Евгеньевна, что сегодня были с нами. Ждем с нетерпением, конечно же, широкой масленицы такого вот долгожданного фестиваля. Ну и с удовольствием будем следить за всеми событиями, которые происходят в культурной жизни нашего округа. И рассказывать нашим любимым телезрителям. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.